всем привет сегодня с вами снова химит пич я художница если вы не знали то у меня есть инстаграм на который вы можете подписаться сию же минуту короче сегодня мы будем с вами смотреть мой очередной скетчбук вот такого квадратного формата square скетчбук от art creation в котором я буду использовать разные материалы такие как акварель масляная пастель карандаши и цветные карандаши возможно что-то еще но я вспомню в процессе также хотелось бы сказать что вот здесь у меня находится буквально под рукой еще несколько скетчбуков на которые я еще не сняла обзор это скетчбуки уже от мали скин если не ошибаюсь кстати даже целых три так что возможно скоро вы сможете посмотреть и рисунки из этих скетчбуков зору что я могу сказать в целом я никогда не комментировал скетчбук как материал да я обычно сразу показывала вам рисунки но сейчас наверное стоит дополнить что я о нем думаю во первых я всегда люблю квадратные скетчбуки не обязательно от маленького размера я люблю большие просто квадратный формат всегда какой-то универсальный и для меня очень удобно тому мне в целом кажется в нем легче компоновать какие-то работы и мне нравится таких работать так мне прислали буквально недавно новые скетчбуки art creation других расцветок это новые расцветки там еще у них есть в линейке два цвета давайте коротко тут 80 листов 12 на 12 сантиметров размер и 140 грамм бумага что могу сказать про плотность бумаги вы конечно можете работать акварелью что он например не будет коробиться от воды от излишка воды потому что от излишка может деформироваться абсолютно любая бумага поэтому когда вы рисуете акварелью просто не берите так много воды например эта работа сделана у меня акварелью тут еще конечно мяло листочек специально чтобы сделать такой эффект типы составленной бумаги потому что мне это очень нравится 80 листов я не знаю достаточно много это или мало а если вы рисуете на одном развороте то есть не рисуйте на обратных сторонах наверное вам покажется что вы сделали мало работ в одно целом я не знаю меня устраивает размер он достаточно толстый как мне кажется если был бы толще наверно уже было бы не очень удобно ну что в процессе я уже буду комментировать конкретно какой материал и использовала нравится мне моя работа или нет так что надеюсь вы получите удовольствие от данного видеоролика давайте начнем в самом начале я рисую карандашами это цветные карандаши использую разные бренды вы можете посмотреть предыдущий видеоролик про мои материалы или любой видеоролик где я рисую карандашами я использую всегда одинаковые бренды когда я рисую цветными карандашами я стараюсь экспериментировать насчет цвета и часто делаю вот такие зарисовки так сказать это небольшая палитра цветов которую я использую в данном случае это достаточно большая палитра цветов потому что потому потому что, видимо, я использовала больше цветов все-таки вот в этой полосочке. Конечно, делаю это не всегда, но когда не забываю, я стараюсь всегда подчеркать карандашом, чтобы потом посмотреть, какие цвета я использовала. И, так сказать, запомните более выгодные сочетания. Тут должна была быть милая иллюстрация девочки, которая такая смущенно кладет ручки на платье, но получилось вот так. Don't look! Я, кстати, не очень умею рисовать ноги, но тут, кстати, мне кажется, получилось достаточно симпатично. Здесь я использовала угольный карандаш и немного цветных карандашей. Вот где эта слезка, это просто, видимо, я черкалась, не знаю, для чего это дело. И здесь, скорее всего, я использовала акриловый маркер или еще что-то. В общем-то, я люблю рисовать угольным карандашом, мне это очень нравится. Здесь я рисовала автопортрет. Я сделала просто фотографию из такого ракурса, и попыталась себя зарисовать. Это еще было время, когда у меня были длинные, шелковистые, секущиеся волосы. На самом деле они были как веник, ну ладно. Это также мой автопортрет, не спрашивайте, как я делала эту фотографию. У меня есть серия фотографий с такой позой, потому что я готовилась к акварельной работе. В общем-то, эта работа уже акварельная начата, но пока почему-то я не могу ее закончить. В целом вот. Я как-то не помню, я показывала этот скетчбук или нет. У меня сейчас почему-то в голову возникла такая мысль, что как будто я могла это показывать. Здесь портрет обычным карандашом и цветным карандашом. Рисовала портрет актера из эйфории. К сожалению, не получилось передать похожесть. Возможно, вы вот хотя бы в портретном карандаше сможете его узнать. Здесь с цветными карандашами, я думаю, нет. Так, в данной работе я использовала точно карандаши простые и немного угольного карандаша. Здесь, конечно, смешанная техника. Это вот вроде повтор какой-то работы из Пинтереста. То есть это не моя работа, не моя идея. Мне просто было интересно повторить такие контрастные тени и сделать такую мрачную иллюстрацию чисто для себя. Если не ошибаюсь, тут был карандаш, угольный и акварель. Так, это тоже портрет актрисы из эйфории или актера. В общем, решать вам. Точнее, не вам, а ей. Короче, использовала здесь я масляную пастель вот именно на этом синем оттенке, потому что в карандашах очень сложно повторить такой яркий и насыщенный чистый оттенок. Поэтому я взяла просто масляный карандаш, не помню какой фирмы. В целом, все остальное выполнено обычным карандашом, какие-то моменты. А все остальное цветные элементы, цветные карандаши. И немного масляных вот на этом месте. И, кстати, возможно, немножко акрила или гуаши для бликов. Хотя, чаще всего я не делаю какие-то блики на таких маленьких зарисовках. Это просто эскиз. В целом, наверное, не буду комментировать такие работы, потому что мне там нечего сказать. Это, видимо, какая-то палитра карандашей, какая я не помню, потому что я не подписала ее. Какого-то черта. Это портрет девочки, с которой я познакомилась в Дубае. И просто старалась ее зарисовать в процессе. Я рисовала ее с натурой, но потом, в последующем, дорабатывала ее уже дома по телефону. Ну, сделала фотку на телефон и дорабатывала дома. Это тоже, кстати, почему-то скетчбук получается скетчбук с персонажами эйфории. Если вы догадались, кто это, можете написать в комментариях. Это также портрет девочки. Тут, кстати, вроде написан ее ник в инстаграме, так что можете чекнуть. Я делала этот портрет дважды. Один раз, как вы видите, не очень получилось, а второй раз получилось нормально. Потому что тут я уже рисовала с фотографией. То есть в этот момент я сделала фотку, вы видите, какое различие. Это, кстати, был плюс-минус мой первый портрет за долгое время, когда я рисовала с натуры. И когда вы долго рисуете с фото, вам очень сложно потом перестроиться на натуру. А когда вы рисуете с натурой, вам очень легко перестроиться на фото. Так что задумайтесь о том, чтобы рисовать с натурой намного чаще, чем вы делаете это сейчас. Так, это просто абстрактное лицо обычным карандашом. Знаете, что мне очень нравится, как я сделала этот глаз? Я имею в виду цвета просто шикарные. Как я понимаю, я здесь использовала немного розового, желтый, такой небесно-голубой. Скорее всего, какой-то... Скорее всего, я смешивала как раз-таки, не помню. Ну, в общем, фиолетовый и розовый. Получилось очень интересно. Так что, возможно, вы захотите использовать такое сочетание цветов для глаз в своих будущих работах. Тут просто я пыталась выбирать цвет для большой работы. Не знаю, было ли это успешно, решать только вам. Это я продолжаю экспериментировать. Для черного плотного фона я брала, конечно же, угольный карандаш. У меня он от определенной фирмы, можете посмотреть видеоролик с материалами, там посмотрите, чем я пользуюсь обычно. Очень нравится цвет карандаша вот этого, прям магический какой-то. Дальше, это продолжаю я подбирать цвет. И не раз, как вы поняли. Вот, конечно, нужно закреплять, потому что все это потом пачкается. Но у меня с собой не было никакого абсолютно фиксатора. У меня есть для пастели и у меня есть для карандаша. Тут такие небольшие потеки. Конечно, лицо вышло не очень, но это же до того и эскиз, чтобы не быть таким красивым. Тут какой-то, видимо, разбор головы, как она будет выглядеть и так далее. Вот, рисовала я это с какого-то учебника, сейчас не подскажу с какого. Тут просто, видимо, повтор. Какой-то супер странный. Когда-либо не рисовать глаза? Бу-бу-бу. Так, тут я рисовала свои фотографии. Эта работа, кстати, у меня начата в акварели. Я остановилась на лице и проработке одежды, потому что я не знаю, каким я хочу сделать фон. И у меня в итоге работа-то просто лежит уже, не знаю, пол... Так, периодически в моем скетчбуке появляются вот такие максимально странные работы. Это когда я не задумываюсь о красоте и о том, чтобы сделать персонажа и лицо максимально привлекательным. Вот что выходит, понимаете, ребята? О май гад. Кстати, возможно, вам это даже понравится. Тут я выбирала цветовое сочетание для того, чтобы использовать их в работе. Кстати, у меня эта работа начата в акварели. Я пока не делала фон, возможно, в последующем сделаю. У меня, кстати, выпадают из скетчбука периодически вот такие цветочки. Кстати, им, наверное, года три или четыре. Они все еще сохранены. Использовала масляную пастель, конечно же, почти везде. И обычный карандаш. Ну, это ничего интересного, мне кажется, тут даже и не надо комментировать. Вот. Кстати, все эти работы я бы хотела сделать, наверное, в акварели. Но пока... Мне нравится так. Пока мне нравится больше эскиз и такие карандашные зарисовки. Вот. И мне совершенно действительно не хочется приступать к ним в акварели. Потому что для меня вот это выглядит достаточно уже магически. Ха-леди, мид-леди с собачками. Кстати, собака получилась достаточно прикольно. Вот. Ну, конечно, нужно побольше порисовать, чтобы это получалось реалистичней и правдоподобней. Вот так. Это тоже рисовка для будущей работы. Почему-то я захотела бультерьеры. Нет, это не бультерьеры. Как это называют собаки? Я не помню. Хотела добавить их в свои работы. Вот. Так. Эта работа, кстати, у меня есть небольшой спидпоинт на ютубе. Максимально неудачный. И максимально короткий. Так вот. Тут я, видите, пытаюсь понять, какой цвет я хочу использовать в той работе. Но... Кстати, я таки и начала использовать цвета. Просто это в итоге... Сейчас там выглядит точно так же, как и тут. Вот. Потому что я не добавляла никакие детали. И не знаю вообще, что добавить. Как-то так. Тут масляная пастель и тоже обычный карандаш. Как вы поняли, в этом скетчбуке я больше всего использую масляную пастель, чем в других. Вот. Тут я просто хотела изобретить такое, так сказать, болото или ручей с лилиями. То есть тут я уже вдохновлялась в Мане, потому что, блин, я люблю его кувшинки. И мне очень это нравится. Я бы так же хотела их рисовать, конечно. Вот. Но надеюсь, когда-нибудь смогу сделать эту работу на большом формате. Вот именно такую идею. Но, возможно, это будет никогда. Короче. Уже этот показывал рисунок я вам в самом начале. Здесь я использовала акварель. И чтобы добиться вот таких мятин, я просто, получается, вот так сминала листочек в своих руках, как шарик пыталась смять. Вот. Делала это аккуратно, чтобы его не оторвать, потому что очень легко сделать. Вот. Мне кажется, очень интересные эффекты. И это тоже зарисовка была для большой работы, которая у меня не вышла. Нужно будет перерисовывать. Мне очень нравится, как получилось сочетание цветов здесь. Скорее всего, я использовала много ультрамалина. И еще очень красивый цвет от Даниэл Смит, потому что тут есть грануляция. О, это мой портрет. Автопортрет. Тут я выгляжу немного такой кривой. Потому что что-то криво с лицом немножко. Вот. В целом, мне этот портрет нравится. Получилась достаточно динамичная поза. Конечно, я бы поправила немного лицо, потому что оно какое-то кривое. На самом деле, сейчас я вижу это отчетливо на камере. Вот. В целом, все остальное выглядит неплохо. О, этот спидпейнт, кстати, есть у меня на канале. Он есть и с разбором того, какие цвета я использую. И есть просто процесс рисования этой работы. Кстати, тоже абсолютно кривая. Кривые брови, кривые глаза, кривой подбородок. Не хочу это комментировать больше. Я пыталась сделать грушу, как вы поняли. И просто рисовала немножко ручки. Блин, так люблю, когда солнышко выходит. Сразу какой-то обзор получается более атмосферный. Тут я также просто подбираю цвет фона, который я хочу. Эта работа у меня сделана на двух больших форматах листа. Из-за того, что я не определилась, какой фон я хочу, она у меня так и лежит, не тронутая в карандаше. Это просто портреты, как обычно. Обычные абсолютно портреты. Пыталась рисовать блядишь, похоже, жестко прямо на... Вы помните, как блядь называется? С одним глазом. Я забыла. Циклоп! Это циклоп! Это мой автопортрет. Конечно, я выгляжу не так секси, но... Хотелось бы, знаете... Пытаюсь привлечь. Пытаюсь превратить мечты в действительность своими рисунками. Это какой-то бой. Я, кстати, не публиковала у себя в Инстаграме. Надо бы это сделать. Но мне что-то лень так фотографировать. Поэтому, кстати, многие работы вы можете увидеть только на моем Ютубе. Из-за того, что я многие из них просто не выкладываю в Инстаграм. Из-за того, что мне лень фотографировать. Или я просто потом забываю. Скорее всего, вы тоже узнаете этого человека. Если узнаете, напишите. Вот просто портрет девушки. Вот просто портрет девушки. Еще один портрет девушки. Выглядит уже более аристократично, да? Пыталась сделать какое-то необычное тут решение, да? Просто использовала толстый масляный карандаш. Но что там, не знаю. Это просто, знаете, такая абстракция. Это тоже просто абстракция. Это все кувшинки, как вы поняли. Я просто выбирала, короче, сочетание цветов. И мне нравилось рисовать масляными мелками. Это тоже. Это я уже поля рисовала. Получилось достаточно по тону, не знаю, не разнообразно. Не знаю, нравится вам такое или нет. Короче, напишите, как вам мои эксперименты с масляной пастелью. Это абстракция, видите? Можно представить, что как будто бы это все море, это такое ночное небо, а там вот остался последний лучик заката, который сейчас-сейчас вот уйдет за горизонт. Как вам? Так. Как вы видите, тут по одной страничке, то есть я не рисую на двух сторонах, для того, чтобы не отпечатывалось друг на друге это все. Вот. Это тоже эксперимент. Назовем его так. Так. Вот я использовала, кстати, обычный карандаш и угольный карандаш. И у меня садится камера. Надо успеть. О, вот это достаточно большое такое поле, нарисовано масляными мелками. Я не знаю, надеюсь, вам нравится. Интересно, передает ли те же цвета, которые есть в реальности. Короче, она немножко теплее, чем вам показывается на камеру. Но мне очень нравится. Я постаралась работать и послойно, и просто чистым цветом. Вот. Так. Тут очередные портреты идут. Кстати, такое вы, наверное, видели уже в Инстаграме. Это попытки нарисовать что-то помимо портретов. Так вы поняли. Это рисовала свою знакомую подружку. Это, конечно же, просто уточки цветными карандашами. А нет, тут я использовала такие мелкие карандаш. Они... Я не знаю даже, как они называются. Аккуратно. Восковые мелкие, наверное. Вот как. Просто какой-то грустный челик. Какая-то романтичная поза, и у нее улетают бабочки. Так что представьте эту картину сами себе. Тут очень прекрасно все светится, и бабочки такие... Так. Это, кстати, у меня тоже есть спидпaint по этой работе. Так что можете посмотреть на ютубе, как я создавала этот рисунок. Если получится, то прикреплю сверху. Портрет Кейт Мосс тоже работала угольным карандашом. Вроде, кстати, в чистую. То есть тут нет больше другого никакого карандаша. Пыталась как раз-таки понять свет тени и так далее. Сделать более глубокие тени. Не знаю, получилось ли или нет. Оценивать только вам. Так. Это просто какая-то мистическая женщина, как будто бы из какого-то фильма. Как будто бы это та, кто вылезает из колодца. Кстати, некоторые работы вырваны. Я не знаю, из-за того, что они неудачные были или почему. Кстати, достаточно милая работа такая. Я хотела тоже ее на большом формате сделать. Когда-нибудь это сделаю. Я блогер, который когда-нибудь что-нибудь хочет сделать, но ничего не делает. Как-то так. Вот, кстати, симпатичный пупик. Всего лишь одна линия. Смотрите, какой симпатичный. О, это тоже масляная пастель. Я уже забыла даже. Мне кажется, я какие-то не те материалы начинаю называть. Короче, портрет выглядит вот так. Кстати, его очень сложно работать с глазами. Я помню, как пыталась поставить блики там, где надо. Я пыталась поставить вот черный зрачок, где надо. Это было очень сложно сделать, потому что... Блин, масляный мелок, он такой, достаточно толстенький для такого формата. Это очередной бой. Кстати, я его делала и в цвете, акрилом я рисовала. Но он вроде еще не показывал вам. Он будет в другом скетчбуке. О, еще один мальчик. Как удивительно, да? Как удивительно, что в этом скетчбуке у меня появилось больше мужчин. Если вы уже смотрели некоторые обзоры скетчбуков, то вы поняли, что у меня начали появляться хотя бы мужские лица в моих рисунках. По сути, это уже была зарисовка для какой-то большой масштабной работы. Но из-за того, что я не могу в полной мере представить... У меня недостаточно знаний для того, чтобы изображать по определенному свет, по определенному туловище. И мне действительно нужен референс для того, чтобы показать это более правдоподобно или хотя бы увидеть. Мне нужно хотя бы это увидеть, как это действительно будет выглядеть. То есть, как будет выглядеть ее лицо, ее тело, если свет будет падать в определенном свете. И для этого нужны определенные знания. И тут я должна была бы пререкламировать какую-нибудь онлайн-школу, но этого не будет. Можете посоветовать мне ее. Так что, вот. Из-за того, что у меня недостаточно знаний, я не могу реализовывать какие-то свои идеи. И это нужно исправлять. Вот, что я хочу вам сказать. Последняя работа этого скетчбука. Дальше это просто, кстати, зарисовки для этой работы, которую я уже закончила. Что тут за крестики-нолики? Без понятия. Это кто-то рисовал нос. Это точно не я рисовала. Ну и все. Это был скетчбук Art Creation. Так что, надеюсь, вам понравилось. И, конечно, не забудьте поставить лайки, дизлайки, написать свой комментарий о том, что вам понравилось, что не понравилось. Или, возможно, вам есть что добавить или посоветовать, или прокритиковать, покритиковать. Так что, жду ваши комментарии. И, конечно, не забудьте подписаться на мой канал. Не забудьте подписаться на мой канал, я буду вас ждать всех. А вы, надеюсь, будете ждать мои новые видеоролики. Извините, что это очередной видеоролик про скетчбук. Надеюсь, ничего страшного в этом нет. Что я снимаю однотипные темы. Просто я потом забуду, и мне уже будет потом стыдно показывать свои рисунки спустя некоторое время. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok